привет мой выходной день ставлю рис буду суши делать сварила вчера мясо но мясо погрызли остался только бульон и так чуть-чуть мне наверно повезло в том плане что у меня муж никогда не завтракал поэтому у меня всегда было много времени для того чтобы приготовить кушать ребенок тоже такой же родился который не любит завтракать когда находил в школу я ее пичкала прям едой и часто это заканчивал совершенно не тем такой организм не кушает он утром вообще как бы там не говорили что завтрак полезен но не едят у меня с утра и поэтому даже когда у меня выходной первый прием пищи у нас 12 в 11 дня я просыпаюсь и у меня уйма времени чтобы приготовить еду но эта еда уже не такая там кашку сварить яичко это достаточно плотная еда суши нужен омлет поэтому будут есть омлет из 3 яиц вчера купила авокадо в метра они были 200 рублей килограмм одну взяла 49 рублей его будет один авокадо хорошая цена нужно было взять больше так у нас бывает возьмешь она потом лежит сразу нарезаю все что мне надо для суши приготовила все сделаешь на ушки такие с бульон соль воды немного и кефир муки сюда добавляю замешиваю тесто все замесила тесто тут у меня спросил как я ношу кольца почему я их ношу все время а потому что они ну вот мне необходимо их носить и это как как контроль над отеками главное свой размер подобрать и тогда я их не снимаю кольца вообще какие-то кольца конечно есть которые наверное волшебными свойствами обладают вот конкретно вот это сапфирами это вот кольцо которое хранит мирное течение жизни семьи скажем так без скандалов и конфликтов наверное она меня успокаивает и я не ввязываюсь вот в эту скажем драки с но драки образно не связываюсь в конфликты если я вижу что уже пальцы отекли значит я перестаю есть соленая или начинаю делать зарядку это просто контроль в течение дня на может быть не дня неделях месяцев за своим отеком сняла браслеты вот почему-то захотелось их снять и новые не за ничего не хочется надевать вот хочется таких гладких рук так тесто я сделаю перемачиваю полежит чуть-чуть рисовый уксус соль и сахар все это растворяем сливаю это всем влез перима перемешиваю и даю постоять же бульон у меня жирный кастрюльку заливаю бульоном и даю провалиться и он получился у меня отмена я вчера его варила часов 8 процеживаю так не это дуршлачок нравится так я давно его хотела все варю красивый бульон из грудинки суши яйца один помидорчик остался на на сольный огурчик одна тарелка суши что две тарелки суши нам как раз целый день кушать красиво люблю суши но люблю всегда свои приготовленные на ромбики кидаю в бульон горячий бульон кипит и зубочисткой прокалываю когда они вот уже толстенькие таки перемешиваю варю до готовности грудинка такой завтрак галушки мясо бульон такой острый суперский аж подкашливает вот прям в зимнюю хмурость прям отлично и для любителей кто-то не любит мясо и суши васаби сколько не покупая васаби уже больше нету такую красивую салатного цвета васаби решила что уже в следующий раз я просто буду покупать порошок вас обиделать сама вообще не острый цвет некрасивый вот такой завтрак в 12 дня кто-то мясо с галушками с бульоном я просто острым а кто-то будет кушать суши на завтрак но это уже обед разные вкусы но одна семья одно тесто и две разные галушки получились пока не варится их обязательно надо накалывать и потом когда вынимаешь тоже накалывать вот это видимо не накололась и вот она осталась такой плотненькой одно и то же тесто а вот это накалывалось в процессе варки и в процессе вынимания она остается такой воздушный она десерт у нас рулет белковый это у меня был белок стакан белков было что-то выпекала и остались белки павлову вообще не хотелось сделать сейчас хочется чего-то вот такого плотненького сделала белковый тонкий бисквит он называется ангельским масляный крем и вишня с сахаром с крахмалом получился рулет из того что было это вот утром все ли всем они утром в обед пообедали все а дальше я свободна дальше будет кушать все будут кушать в разное время потому что каждый по-разному кушает и я уже целый день меня полдня у меня полностью свободны но вот когда все дома первый прием пищи обязательно все вместе садимся всей семьей поэтому приходится готовить разные обеда потому что разные все вкусы кто-то спрашивал какими ножами я пользуюсь на кухне вообще я пользуюсь очень маленьким количеством ножей на кухне я всегда резала руки и больше всего мне нравились вот эти ножи с пилкой это еще с 90-х годов richard and sheffield английские ножи как раньше продавали посуду цептор ножи вот эти английские и терки вот этот нож именно из из тех времен вот он самый любимый если мне что-то надо резать вот он вроде хлебный но я им делаю все потом появились подделки но не подделки такой вариации на них это бразильские ножи вот он сырный нож часто я его использую сушу порезать не часто это вот еще один нож которым я пользуюсь есть филейный нож он финский видимо ручная какая-то работа это филе делать это же суши резать это и киевский ножик картошечку дочистить и самый любимый зашана оказался 200 рублей очень качественная оказалась сталь достаточно хорошо острый вот я им больше всего работаю вот это все ножи какими я пользуюсь в основном это вот эти два все мне больше не надо ничего мне достаточно вот этих ножей кто-то скажет неудобно а я привыкла мне нравится мне нравится вот ножом работать он мне же говорю с 90-х это свежий так картошку глазки убрать у меня мальс масса времени все взрослые все самостоятельные я все поэтому успеваю а что-то не успеваю перекладываем но еще есть одно я никогда не смотрю телевизор я уже восемь лет не смотрю вообще телевизор он много забирает у людей время потому что какие-то передачи любимые у меня как появился компьютер я сама регулирую что я буду смотреть когда я буду смотреть и и во сколько я буду смотреть поэтому я не привязана никаким передачам и у меня большой промежуток времени когда я работоспособные я могу сделать большую массу дел ну и помощники есть конечно поэтому мне кажется я успеваю поэтому много чего сделать и достаточно много время себе и фильмы посмотреть и сериалы какие-то передачи какие-то послушать так что вот так мой выходной проходит ну что всем пока до новых видео